Встречайте, Дмитрий Калита, директор компании Intel Украина. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Очень приятно видеть полный зал. И, соответственно, будет очень много интересных вещей. Не только мы будем рассказывать, но и вы нам тоже расскажете. Потому что мир, мир меняется. Вихрь перемен, в котором, как раз сегодня с утра говорил Люка, очень-очень реальный. И он реальный не только за границами нашей страны, он реальный в жизни каждого из нас. И как раз про это я хотел сегодня немножко поговорить. И мы начнем с очень нескольких фактов, которые универсальны и понятны каждому из нас. Первый момент, который я хотел бы сказать, это то, что мы живем в мире постоянных перемен. Если посмотрим за последние 10 лет, что произошло в мире, вокруг нас, то вы со мной полностью согласитесь. А если посмотреть на цифры уважаемых компаний и исследователей рынка, которые пытаются предсказать будущее, то цифры еще более интересные. Первое. Если из списка топ-глобал 2000 компаний, руководители компаний считают, что уже сейчас нужно внедрять цифровую трансформацию, то, о чем мы сегодня как раз говорим в этом году. То есть 70% компаний уже будут это делать. Второе. 40% компаний будут новыми из топ-20 на рынках. 50% рабочей силы уже очень скоро, до 2020 года, будут люди, которые рождены на изломе тысячелетий. То есть это конец 90-х, 2000-е. А это уже совсем другая рабочая сила, совсем другие требования к окружению, требования к рабочему месту, требования к бизнес-моделям. Ну, это на самом деле микроскопические только начало тех изменений, которые мы будем все вместе с вами переживать в течение следующих буквально пары-тройки лет. А если же смотреть дальше, что будет дальше? Ну, прежде чем идти дальше, посмотрим на прошлое, потому что очень много всего в будущем находится на самом деле в прошлом. Примерно каждые 100 лет технические революции в мире вокруг нас, технологии, которые развивают человечество, приносят новые революции. Революция – это время, когда происходит качественный скачок изменений в или продуктивности труда, или изменении строя общественного, или изменении бизнес-среды. Первая такая революция пришла вместе с широким использованием угля и пара в 18-м веке. Через 100 лет, 19-й век – это электрификация. 20-й век – это четко явно, что было в 20-м веке, это вычислительная мощь, это связь, вычисление. И на самом деле, где мы сейчас находимся, мы находимся на как раз границе, на крае этой эпохи, которая уже, собственно, случилась. Что же дальше? А дальше – это то, о чем множество мыслителей сейчас все больше и больше говорят, много что компания ведряет. Это уже мы находимся на этапе четвертой революции, четвертой индустриальной революции, когда произойдет слияние физических, цифровых и биологических вещей, которые на основе этого появятся новые качества, новое качество бизнеса, новое качество жизни. И вот то, о чем мы говорим, это уже не будущее, оно реально начинается сейчас. И что это несет всем нам? Это несет всем нам как раз те перемены, в которых мы сейчас живем. Те перемены, которые влияют на нас, это и вещи, которые приносят 3D-печать, когнитивные системы, то есть искусственный интеллект, умные машины, современные средства связи, сети, умные сети, сети 5G поколения, которые сейчас все больше и больше разрабатываются пока еще в виде стандартов и первых пилотов, но будут очень быстро распространяться во всем мире. Конечно же, носимые технологии и совмещенная реальность, то есть то, что помогает как раз объединить два мира, цифровых машин и мир людей. Как это влияет на индустрии, инновации, рост инноваций ускоряется, инновации проходят абсолютно везде, в традиционных, обычных бизнесах, к которым все мы привыкли, все знаем, все мы выросли с детства, в новых бизнесах, в цифровых бизнесах, и происходит слияние, слияние бизнесов, которые основаны на данных, на использовании открытых данных, на использовании информации от аналитики, к применению к обычному бизнесу, такому, например, как простое кафе. И это все рождает новые бизнес-модели. Что в это время происходит? В это время происходят вещи, которые сильно влияют на бизнес, в котором мы вместе с вами живем и работаем. На бизнес каждого из нас, на жизнь каждого из нас. Конкуренты не спят, существует традиционная конкуренция, новая конкуренция новых игроков на рынке, новые бизнес-модели. Соответственно, все, что было раньше нормальным, было спокойным, соответственно, развивалось по каким-то законам определенным. Сейчас это уже не так. Постоянные перемены и основной вызов для всех компаний – это как жить в эпоху перемен, как ускорить внедрение инноваций, что с этим можно делать, какие есть возможности в этой среде делать бизнес более успешным. Первый момент, который уже сегодня также изучал, это то, что видно в новых бизнесах в эту эпоху, конкуренцию нельзя на первый взгляд найти. Основной конкуренции может даже быть и не видно. Абсолютные примеры, которые все мы знаем – это Tesla Cars, которая появилась относительно недавно, как большой игрок на рынке, хотя она существует с начала 2000-х. Или Astolic Cosmetics, которая вышла на рынок США и сделала взрыв рынка косметики. Все это компании, у которых появилась новая инновационная бизнес-модель, которые смогли предложить рынку принципиально новые продукты, которые стали рынку очень интересны. И идея четвертой революции, почему это вещь, которая не пройдет мимо нас абсолютно, это возможности, которые дают слияние технологий, возможности для каждого из нас, для каждого из компаний, для каждой из индивидуумов, потому что появляются абсолютно новые вещи, которые меняют бизнес-процессы, меняют продукты и дают возможность развиваться нам, как человечеству, лучше, быстрее. Поэтому в новой эпохе, как мы это видим, как видят наши партнеры, как видит индустрия IT, основной момент – это начать с самого главного. Нужно переосмыслить то, чем мы занимаемся, какую пользу мы приносим человечеству. Это главное. Основная идея пользы, она остается, а как это делать? Это будут новые инструменты. И здесь возникают очень интересные вещи. Если это угроза или это возможность, мы считаем, что это абсолютная возможность, как в любом кризисе, потому что все это, конечно же, приводит к постоянным кризисным моментам. В любом кризисе есть два выхода. Или ты возглавишь кризис, и ты сможешь из этих перемен получить максимальную выгоду, как компания, как человек, или ты можешь просто погибнуть. Горизонты будущего здесь получаются очень интересные. Они широкие, они интересные, они экономические, они общественные. Возникают новые основы бизнеса, возникают новые ценности, ценности для компании, ценности для каждого из нас. И я бы хотел начать с бизнес-моделей, потому что, мне кажется, это самое интересное, самое важное, там, где мы можем каждый из вас подумать и использовать. Первое – это общее потребление. От меня к нам. Дальше второй момент – это идея общего создания. То, о чем мы уже говорили, это когда инновации рождаются не только внутри одной компании, они рождаются внутри общества и более быстро распространяются. И третье – это то, что мы, как бизнесы, как компании, как люди дают другим. То есть тот опыт. Потому что, в конце концов, люди переживают, люди потребляют опыт. Когда уже это не просто товар, это не просто продукт, продукт – это тот опыт, те переживания, которые мы испытываем. Потому что это наша жизнь, в конце концов. Абсолютный пример этого, который проиллюстрирует очень просто – это как люди ходят в магазин, с чего все начиналось. За покупками. Если сначала все люди ходили, в принципе, на рынок, покупали что-то на базаре, вот буквально в течение последних 20-30 лет очень четко прослеживается, как потребление сместилось к магазинам, супермаркетам, а теперь внутри супермаркетов – гипермаркеты, а внутри гипермаркетов, как меняется подход к потребительскому опыту и что делают, как проходит бизнес покупки сам по себе. Сейчас покупка – это уже тоже опыт, это наш полный опыт. И мы почувствуем, как люди, как все это меняется, что это дает вне. Потому что мы живем, мы живем в этом мире. Итак, общее потребление. Бизнес-модель первая – это общий транспорт. Все знают Uber, все знают Lyft и тому подобных компаний очень много. Они растут, как грибы после дождя. Идея очень хорошая, но это только начало. Также хотелось бы здесь отметить, это публичное или общее облако, общие ресурсы. Но далее более интересно. Это коллективное создание, коллективное создание продукта, сервиса, услуг. Это различные вещи, которые также очень быстро появились в Западной Европе, в США. Сейчас очень распространено, это сейчас в Украине. Это мейкер-спейсы, это различные места, где можно работать, не имея офиса. То есть очень большое количество компаний появилось в течение, с начала этого года в Украине. А также еще вещь, которая называется бытовое применение профессиональной техники. Когда есть возможность взять в аренду станок, который раньше был в принципе доступен только большим компаниям, большим коллективам. Что это дает? Дает возможность небольшим компаниям, небольшим инновационным группам создавать продукты, прототипы, по крайней мере, продуктов, наравне с большими ведущими компаниями мира. Ну и потребительский опыт, что он дает? Это жизнь, улучшение качества жизни, улучшение стиля жизни. И то, куда это все немножко движется, это совмещение реальности. Совмещение реальности, в которой мы живем, и цифровой реальности, которую создают машины. Темп рост инноваций. Что из этого следует? Что эти бизнес-модели, что они дают? И что мы видим? Темп нашей жизни, темп появления новинок, инноваций, как и так далее, будет только улучшаться, ускоряться. И мы видим, что сейчас потребность, как все владельцы бизнеса, все бизнес-developed менеджеры считали, что раньше было бы хорошо, чтобы так было, то сейчас это уже не так. Это уже новая нормаль. Инновации должны быть, обязаны. Без этого просто никуда. А это требует и культуры в компании абсолютно новой, инновационной, которая помогает растить инновацию. Современные инфраструктуры, конечно же, современные умных сетей, современные вычислительные платформы. Ну и также новые возможности общества, мира вокруг нас. А что это дает? Дает это новые качества жизни. Но в каждой позитивной стороне есть, конечно, негативная часть, негативная сторона. От этого никуда не идти. Тоже три основные вещи, которые мне хотелось бы отметить. Первое. Это риски. Киберпреступность. Если мы сейчас ничего, в принципе, не будем очень активно делать, то к 2019 году, то есть, соответственно, через два года урон будет больше двух триллионов долларов. То есть это просто колоссальные суммы ворованных данных и различных вещей, если не защищаться. Влияние на общество. Тоже четко мы должны себе задавать отчет, что очень скоро, по оценке McKinsey, до 2025 года до 140 миллионов рабочих мест будут заменены автоматическими устройствами. Будут ли это роботы, будут ли это какие-то другие формы разумных механизмов. Но, скорее всего, так и будет. То есть мы должны уже сейчас думать очень серьезно про новое качество образования, какие в будущем будут понадобиться рабочие руки. И важный в этом смысле является как раз человек. Следующий момент – это госрегулирование, которое тоже очень сильно влияет на бизнес и очень может сильно или ускорить развитие процессов определенных, или сильно затормозить. Пример, который я привел, это пример в Канаде, в которой до сих пор при наличии очень больших потребностей к использованию летательных аппаратов, дронов автоматических, регулирование очень-очень строгое. В нашей стране с этим немножко еще более интересно, поэтому я надеюсь, что у нас возможностей с этим побороться намного больше. Но главное, что я хотел сказать, нужен баланс. Понимание, что может быть, что произойдет по-любому и что нужно нам всем делать. Понимать, где риски и где те возможности, которые мы можем использовать. А если ничего не делать? Вот взять и просто оставить все как есть. Оставить, как у нас происходит в жизни, она течет сама по себе. В мире жизнь тоже течет сама по себе. А так вот можно оставить и ничего не произойдет. Нет. Мы живем уже в глобальном мире, пути назад нет. И здесь очень важный момент. Если ничего не делать, то скорее всего наши конкуренты нас едят. Конкуренты ваших компаний поглотят и ваш бизнес. И соответственно здесь вопрос такой. Скорее всего из топ 500 компаний S&P половина компаний будет абсолютно новая. А это значит еще больше перемен, еще больше новых решений. То есть ничего не делать это плохо. Это значит, что просто бизнес может погаснуть, как эти лампочки на слайде. А какие основные факторы успеха в этом мире, которые я нарисовал на предыдущих слайдах? А мы видим здесь основным фактором успеха даже не оборудование, не те штуки, которые есть вокруг нас. А это люди. Люди, самый главный фактор, то что в принципе движет человечество. Люди основной механизм бизнеса. Люди основной механизм развития общества. Люди основной механизм потребления. Технологии это вторично, но технологии без людей тоже не существует. Что это требует? От улучшения абсолютно четкого улучшения людского капитала. Это новая бизнес-культура, в которой в каждой организации, в каждой компании, неважно это будет государственная, частная, или это просто частный предприниматель, или это школа, или институт, абсолютно везде. Нужно понимать и нужно поддерживать инновацию. Открытая культура, поддержка новых идей, желание выслушать. Второе это скорость. Скорость, без этого тоже уже никуда. Мир быстрее меняется, происходит быстрый темп смены инноваций, смен новых продуктов. Скорость позволяет всегда быть в ритме, следить за тем, что происходит вокруг нас. Следующее это открытость, которая очень связана с инновационной культурой. Открытость, поделиться с друзьями, поделиться с другими своими идеями. И ответственность. Вот без этого на самом деле никуда. И очень важно, как раз для нашей страны, очень часто сотрудники не хотят брать на себя ответственность. Но в новом мире без этого тоже никуда. Нужно делегировать и брать на себя ответственность. Конечно же, интересное, важное, нужно то, чем мы все с вами занимаемся, работая в IT, работая с информационными технологиями. Технологии. Это управление данное, и мир вокруг умный нас, и инфраструктура по запросу, облачные технологии. Конечно же, доверие. Возможность быть всегда на связи. То есть это те технологии. Это все вместе дает возможность цикла роста бизнесом, цикла роста возможностей для наших клиентов, для наших потребителей. Данные, сотрудники, умный мир, получаемые данные от вещей, которые обрабатываются в дата-центре, связано все это через облака, которые дают возможность получать новые информации. То есть все это цикл. Все это цикл, цикл, который рождает новые возможности. Ну, я бы хотел завершения своего доклада. Еще будет пару слайдов. Даже несколько таких вот, немного более провокационных вещей сказать. А что вы делаете? Для... В этом году, что уже сделали по сравнению с прошлым годом? Мир уже меняется? Уже прошло больше трех месяцев? Произошло ли что-то? Поменялось ли что-то? Используете ли вы новые технологии, новые бизнес-модели в своем текущей работе? И есть ли то, что отличит вас в новой эпохе цифрового бизнеса, в которой мы уже идем? Пути назад нет. Это уже случившееся предопределенное будущее. Бизнес в цифровом мире отличается от бизнес в аналоговом. И найти свое место, это очень-очень важно. И чтобы это делать, как мы уже говорили, это нужно и думать про культуру внутри компании, и думать про развитие своих сотрудников, и, конечно же, возможность использования технологии, развертывания умных решений, умных сетей, которые позволяют объединить это все вместе. И самое важное, человек, кто проводит эти изменения в компании, ведь очень часто не обязательно руководитель этим занимается. Это каждый из нас, каждый работающий в компании, которые объединены одной идеей. Идеей что-то поменять в мире. Продолжение следует...